МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Депутаты обсуждали план модернизации экономики города. В погоне со стрельбой закончилось происшествие на дороге для водителя иномарки. Летом будет трудоустроено большее число подростков. Территории лечебных учреждений обрабатывают от клещей. А теперь об этих и других событиях более подробно. На заседании Думы депутаты утвердили решение об исполнении комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Саянска в 2016 году. На заседании Думы городского округа 25 мая депутаты обсуждали отчет экономистов администрации об исполнении комплексного инвестиционного плана модернизации экономики моногорода Саянска Иркутской области в 2016 году. Финансирование КИПа составило в прошлом году 557 миллионов рублей, или 70% от плана. В основном финансирование производилось собственными средствами предприятий. В городе было создано 70 новых рабочих мест, сохранено 69 рабочих мест, при содействии Центра занятости населения было создано 396 временных рабочих мест. По итогам 2016 года выполнены плановые значения по целевым показателям. Это уровень зарегистрированной безработицы 1,46%, при плане 1,53%. Темп роста среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям города составил 104% к плану, темп роста собственных доходов бюджета составил 105%. Не выполнены в полной мере такие целевые показатели, как темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг 96% к плану. Снижение произошло ввиду экономической нестабильности, снизились объемы производства как в промышленности, так и в строительной сфере. Снижение числа индивидуальных предпринимателей с 940 до 759 в основном снижение произошло в сфере торговли ввиду снижения покупательской способности населения, а также открытия федеральных торговых сетей. Комплексный инвестиционный план модернизации экономики моногорода Саянска был утвержден решением Думы 6-го созыва в сентябре прошлого года. Основная задача плана – снизить зависимость города от монопрофильности, что может быть достигнуто с помощью создания территории опережающего развития. В данном моменте ведется доработка заявки совместно с Министерством экономического развития Иркутской области, и в ближайшее время она будет доработана. Депутаты единогласно проголосовали за решение утвердить отчет об исполнении комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Саянска в 2016 году. По сравнению с прошлыми летними периодами, этим летом в Саянске будет трудоустроено большее число подростков, которые будут заняты в различных сферах деятельности. Помощники регистратора в медицинском учреждении – гардеробщики, пособные рабочие, дворники. Такие вакансии предлагаются подросткам при трудоустройстве в летний период. За летний период более 200 подростков будут трудоустроены в образовательные учреждения города, дошкольные учреждения, управляющие компании. Организация у нас активно принимает участие уже на протяжении трех лет. Это Саянский бруллер, управляющая компания «Уют». Уже в мае 23 подростка были временно трудоустроены в школах города и в организации Саянс-РУ. По словам специалиста, по сравнению с прошлыми годами, этим летом возможность подзаработать появилась у большего числа школьников. Так, с 1 июня 60 молодых людей приступят к работам по очистке и благоустройству города в трудовом отряде ДДТ «Созвездие». Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в действиях сексуального характера по отношению к малолетним. Известно, что он ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление. В отдел полиции поступило сообщение о совершенном преступлении в отношении подростка. Менее суток потребовалось сотрудникам правоохранительных органов для того, чтобы задержать мужчину, подозреваемого в действиях сексуального характера, в отношении несовершеннолетней. Поскольку преступление было совершено в отношении ребенка, прокуратурой города Саянска проверка по данному сообщению, а также расследование уголовного дела было взято под особый контроль. Лицо подозреваемого в совершении данного преступления было установлено. Им оказался гражданин 1984 года рождения, не имеющий регистрации на территории города Саянска и имеющий судимость за аналогичное преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. Было установлено, что подозреваемый приехал в Саянск после освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за аналогичное преступление. Также известно, что установить личность педофила полицейские сумели благодаря составленному фотороботу. Прокуратурой города Саянска было поддержано ходатайство в Саянском городском суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого лица. Его действия были квалифицированы по части 3 ст. 30 и 5 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это покушение на совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица, недостигшего 14-летнего возраста, совершенный лицом, имеющим ранее судимость за аналогичное преступление. Сейчас преступник находится в изоляторе временного содержания, дает признательное показание. По данному факту возбуждено уголовное дело, и в ближайшее время состоится суд, после чего преступник будет отправлен в колонию. Обезопасить горожан от укусов клещей. В Саянске проведена акарицидная обработка территории лечебных учреждений. На территории Саянской городской больницы началась противоклещевая обработка, которая позволит обезопасить пребывание горожан на открытой местности. А акарицидная обработка проводится ежегодно, в периоды, когда клещи более активны. В текущем сезоне из-за непогоды первый этап, запланированный на середину мая, проведен только сейчас. Также будет обработана детская поликлиника и кожное и венерологическое отделение, и инфекционное отделение нашей больницы. Специальный раствор, который применяется для опрыскивания, безопасен для людей и животных. Насекомые, попавшие на обработанную территорию, погибают в течение 8 часов. Желательно, отмечая специалист, подвергнуть акарицидной обработке парки и сквера города, например, деревья вдоль пешеходных троп. Ведь статистика по числу пострадавших от укуса клеща неутешительна, если в прошлом году на данный период нападению кровососа подверглись 77 человек, в этом году пострадавших уже 150, в том числе пятеро детей, у одного мужчины подтвержден барлиоз. Во время прогулок и отдыха на природе следует помнить о мерах предосторожности, своевременно осматривать себя и домочадцев, а при обнаружении присосавшегося клеща немедленно обратиться в лечебное учреждение. Погоней со стрельбой закончилось для жителя Саянска происшествие на дороге. Водитель автомобиля игнорировал требования дорожных инспекторов остановиться и попытался скрыться от преследования. В ходе плановой работы внимание автоинспекторов привлек водитель автомобиля «Жигули», машина которого имела техническую неисправность. Сотрудники ДПС решили остановить водителя для привлечения к административной ответственности. Но вместо того, чтобы выполнить требования инспекторов, водитель «Жигулей» дал по газам и пытался скрыться. За пределами города сотрудниками ДПС было принято решение о применении огнестрельного оружия для остановки транспортного средства. После нескольких выстрелов по колесам преследуемый инспекторами автомобиль потерял управление, после чего его занесло в кювет. Водитель выскочил у «Жигулей», пытался скрыться в ближайшем лесном массиве, но явно не рассчитал собственные силы и был задержан инспекторами. Когда он был задержан, было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, при этом он не имел права управления транспортным средством. После задержания сотрудники ГИБДД составили административный протокол и направили дело на рассмотрение в суд. Работники градообразующего предприятия, лучшие сотрудники компании акционерного общества «Сэнсхимпласт» в мае получили почетные грамоты и благодарственные письма, а также звание ветеранов труда. Более 20 лет работает на градообразующем предприятии инженер по расчетам лаборатории технической диагностики Дмитрий Асташев. Свою трудовую деятельность на предприятии он начал после окончания Саянского профессионального лицея номер 25. Отучившись в школе, передо мной стоял выбор идти в 10-11 класс или поступать в какое-то профессиональное училище. И как бы на семейном совете мы решили поступать в ПЛ-25. В ПЛ-25 я поступил на… учиться на электрика. Как бы отучившись, я ушел работать на завод, на химпром тогда еще. Отработав несколько лет на предприятии, Дмитрий по совету своих наставников принял решение поступить в институт и продолжить профессиональное обучение. В самом начале я хотел поступать по профилю в Иркутск. Но были сложности с деньгами и на бюджет я в Иркутске не поступил и поехал поступать в Красноярск. В Красноярске моей специальности не было и пришлось поступать на механический факультет. Совмещая работу с учебой, через 6 лет Дмитрий получил диплом Красноярского университета по специальности «Машинный аппарат и химических технологий». Получаясь не по профилю, по которому я работал, возникали вопросы по учебе. И работники, коллеги, которые со мной работали, всегда мне помогали информацией, практическими знаниями. Постоянно оказывалась помощь различная, что очень мне помогло в учебе. По словам своих коллег, Дмитрий – отличный специалист. Он проводит экспертную оценку определяющих технологических и организационных решений при разработке и освоении изделий на базе достигнутого. Исследует опыт отечественных и зарубежных предприятий. За хорошие показатели в работе Дмитрия Асташев руководством компании был представлен к званию ветеран труда. Группа школьников 5-го Г-класса 4-й городской школы во главе с классным руководителем Людмилой Афанасьевной Никифоровой разработали проект памятника букве «С», с которой начинается название нашего города. Группа школьников 5-го Г-класса 4-й школы во главе с классным руководителем Людмилой Афанасьевной Никифоровой разработали проект, который занял третье место на 16-й научно-практической конференции «Шаг в будущее юниор». На одном из занятий, посвященном Международному дню родного языка, педагог рассказала своим ученикам о том, что во многих городах страны есть памятники буквам русского алфавита. Ребята даже составили карту таких памятников. К слову, в основном они расположены в западной части России. Так родилась идея установить в родном Саянске памятник букве «С». Я думаю, что такой памятник в нашем городе необходим, потому что это символизируется Сибирью, снегом, смелостью. И почему бы не установить памятник в восточной части, потому что все в западной. Одноклассница Павла Алина учится в художественной школе. Ей и поручили нарисовать эскиз памятника. Мне очень хотелось, чтобы на нашем памятнике была белочка, потому что в нашем городе очень много белок, и мы их очень часто встречаем. Ребята также провели на улицах города опрос, в котором участвовали 300 человек разного возраста, от школьников до пенсионеров. Горожане поддержали идею школьников. Сами ученики со своим педагогом побывали на приеме у мэра города, который тоже поддержал идею такого памятника в Саянске. И пригласил ребят на заседание комитета по градостроительству. Кстати, главу администрации заинтересовали значки ребят «Юный перовец», которыми награждают лучших учеников школы. Мэр обратил внимание на наши значки, и ему очень захотелось иметь такой же значок, как у нас. И мы ему подарили. На последнем собрании эту идею поддержали в целом родители. Они сейчас узнают, из чего можно этот памятник установить. Если не получится на территории города, то мы все-таки сделаем на территории нашей школы. У меня-то идея установить эту букву на территории школы и посадить вокруг, сделать прекрасную клумбу с многолетними цветами. Остается надеяться, что идея ребят найдет понимание у архитекторов города. И в будущем памятник букве «С» действительно украсит улицы нашего родного Саянска. «Я свободен», – так может сказать каждый, кто бросил курить. А в последнее время таких немало. И ряды противников табака и приверженцев здорового образа жизни пополняются. Курить – здоровью вредить. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Эти забавные считалочки знакомы нам с детства, и о вреде потребления табака мы весьма осведомлены. 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этом году проводится он по слоганам «Табак – угроза для развития». В этот день организуются всевозможные акции с целью обратить внимание к дополнительным рискам для здоровья, связанным с курением, и призывам проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака. Я отношусь к курению отрицательно, потому что это вредит здоровью. Это вредно очень, но отношусь, естественно, отрицательно, потому что никогда в жизни не курила, у меня и муж не курящий. Поэтому не хотелось бы, чтобы люди этим себя отравляли. Мода на курение проходит. Об этом свидетельствует явное снижение потребления табака в России. Стимулом отказа от пагубной привычки для многих, особенно женщин, стало желание сохранить модость и красоту. Немалую лепту внес антитабачный закон, в полную силу действует которой всего два года, а также значительное подорожание табачных изделий. Не утешает только тот факт, что многие прежние курильщики и молодежь перешла с обычных сигарет на электронные, которые не менее вредны. Никто сейчас не отказывается от курения, даже девушки все курят. Я работала сама в школе и знаю, если у нас за углом всегда курили парни, то сейчас за этим углом курят девушки. Врачи напоминают, курение – пагубная привычка, победить которую весьма непросто, потому лучше не начинать курить, а чтобы расстаться с сигаретами, стоит обратиться к специалистам Центра здоровья Саянской городской больницы. 26 мая в гимназии прошло знаменательное событие. В актовом зале чествовали лучших спортсменов и их родителей, а также подвели итоги спортивного 2016-2017 года. В летопись гимназии имени Виктора Александровича Надькина внесены десятки достижений спортсменов, чьи имена прославили не только школу-город, но и наш регион, страну. Среди выпускников и учеников Первой Саянской – чемпион мира по баскетболу, чемпионы СССР по лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике, победители и призеры общероссийских и международных соревнований, чемпионы России по мини-футболу, по пожарно-прикладному виду спорта. И достижения гимназистов постоянно пополняются новыми именами. В этом учебном году Совет физкультуры гимназии решил начать вести летопись всех спортивных мероприятий и достижений учеников, первая фотография для которой была сделана 26 мая. На ней запечатлены сильнейшие спортсмены гимназии, добившиеся особых успехов в нынешнем году. А первым событием в летописи станет долгожданная победа в областной спартакеаде школьников. На протяжении всего учебного года мы участвовали в соревнованиях в городской спартакеаде. И как победители городских соревнований предоставляется победителям участие в областной спартакеаде. И по результатам выступления в областной спартакеаде школе дается место. В этом году наша школа заняла первое место. Итоги по видам спорта таковы. Минифутбол – первое место юноши, второе место девушки. Легкая атлетика – третье место девушки. Баскетбол – первое место девушки. Плавание – первое место у юноши и у девушек. Настольный теннис – третье место у девушек. Именно по результатам этих побед Саянская гимназия признана сильнейшей в Иркутской области. Сегодня мы приглашаем всех детей и их родителей для того, чтобы отметить этот успех. Особое, конечно, внимание уделяем родителям. Почему? Потому что все равно как-то мы их забываем. Ребенок на соревнованиях получает то грамоту, то медали и так далее. Родители как-то остаются в стороне. А вот некоторые из них, смотришь, ну почти на всех соревнованиях участвуют. Это же не очень легко подготовить чемпиона, вырасти спортсмена. Кстати, с 1980 года гимназия выигрывала городскую спартакеаду 37 раз. А в прошлом году стала бронзовым призером первенства Иркутской области. Воспитанники школы спортивной аэробики Грация отчитались перед жителями и гостями города. На минувшей неделе состоялся отчетный концерт этого коллектива. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Призеры и победители городских, региональных, всероссийских и международных соревнований по спортивной аэробике в различных возрастных категориях. Это воспитанники школы спортивной аэробики Грация, в которой уже долгие годы обучаются спортивному и красивому искусству юные жители нашего города. На минувшей неделе во Дворце культуры юность состоялся отчетный концерт воспитанников школы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отметим, что только за ушедший год спортсмены миграции было завоевано более 135 медалей различного достоинства. В рамках отчетного концерта, то, чему они научились в течение ушедшего учебного года, девочки демонстрировали на сцене. Они выступали сольно в номинации «Индивидуальная программа», а также демонстрировали умение работать в команде в выступлениях групповых. И даже показывали танцевальные номера. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отчетный концерт – это не только показательные выступления воспитанников школы, это и проводы выпускников грации. Поэтому на сцене у этот день были и очень трогательные моменты, сопровождаемые слезами. 29 мая в Ахтовом зале Центра народного творчества состоялся концерт авторской песни воспитанников музыкальной школы Саянска. Помимо выступления вокалистов, зрители смогли увидеть и презентацию нового клипа ансамбля «Экспромт». В город, в котором я родился, в город, в котором я живу, я посвящаю тебе эти строчки моей необъятной любви. Почти два десятка песен прозвучало на концерте авторской песни, который прошел 29 мая в Центре народного творчества Саянска. Их исполнители, композиторы и в некоторых случаях даже авторы слов – ученицы Татьяны Хамлатовой, педагога музыкальной школы по классу сочинения и импровизации. Ученицы нашего отделения, они все очень трудолюбивые и талантливые. И я очень сильно горжусь своим классом. И хочу просто огромное спасибо сказать, что они вот всегда идут мне навстречу, всегда участвуют в каких-то моих задумках. Песни девушки пишут, пропуская через себя какие-то личные переживания. У одних это безответная или взаимная любовь, у других – политические или экологические вопросы, затронувшие душу. Иногда, говорят авторы, песни приходят сразу со словами, иногда это только музыка. Сочинение – это такой процесс, который вообще не контролируется. Иногда нахлынет, и только бы было на что записать или куда сказать это, в данном случае диктофоны в основном у нас хорошо работают. Своё сердце я дарю тебе, по осколкам вновь иду во тьме. Подари надежду на любовь, дай раскрыться крылья мои вновь. Возраст авторов песен от 14 до 18 лет. Но композиции, прозвучавшие на концерте, назвать непрофессиональными не повернется язык даже у критиков. Впрочем, у профессионалов песни «Воспитанниц музыкальной школы Саянска» находят высокую оценку. Музыкальные композиции девушек – призёры и победители всевозможных конкурсов авторской песни. «Видишь, как может сложиться судьба, Перед глазами белая пелена, Как высока сына, Всё то, что пройдено, уходит в года». Этот концерт наверняка надолго останется в памяти как зрителей, так и авторов-исполнителей. Ведь они дарили слушателям частичку своей души, делясь собственными мыслями, переживаниями, эмоциями. Такое не забывается. В Саянске объявлен приём заявок на конкурс красоты «Мисс Бикини-2017». Как сообщают организаторы, мероприятие обещает быть ещё интереснее, чем обычно. Кто из девушек не хочет получить звание самой красивой девушки города и корону-победительницы? Этим летом шанс есть у каждой, кто подаст заявку на участие в традиционном конкурсе красоты «Мисс Бикини-2017». Сейчас ведётся приём заявок. В Саянске конкурс красоты «Мисс Бикини» в этом году состоится уже в восьмой раз. Как отмечают организаторы, этот конкурс имеет спортивную направленность. На протяжении всего подготовительного периода смелые красотки посещают фитнес-центры и всячески следят за своей фигурой. «Уже через месяц состоится кастинг проекта «Спортные красоты. Мисс Бикини-2017». Если тебе есть 18 лет и огромное желание проявить себя, подавай заявку в официальный групп ВКонтакте, и, возможно, именно ты знаешь, участие в конкурсе красоты «Мисс Бикини-2017». Подать заявку на участие и задать все интересующие вопросы можно главному организатору конкурса Анастасии Чуриной в социальной сети ВКонтакте, а также по телефону 8-985-03-83-703. С 19 по 24 мая в Смоленске проходил чемпионат России по лёгкой атлетике среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Участие в нём приняли более 300 человек из 45 регионов страны, в том числе и спортсмены из Саянска. Команда из пяти саянских спортсменов защищала честь Иркутской области на чемпионате России по лёгкой атлетике среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который проходил с 19 по 24 мая в Смоленске. Участие в соревнованиях приняли более 300 человек из 45 регионов страны. В своих категориях воспитанники детской и юношеской спортивной школы Саянска и Центра физической подготовки «Мегаполис» завоевали 14 медалей. Самым результативным по количеству побед стал Виктор Кочнев, который выступал в гонках на коляске. Виктора Кочнева у нас присмотрела великий тренер Ирина Громова, то есть она главный тренер сборной России по биатлону и лыжам среди лиц пода. И она его пригласила в свою команду в город Москва. То есть Виктор сейчас уехал в город Москву, тренируется там. Не менее значимы и результаты других спортсменов из Саянска. У Ирины Михайловой две серебряные и бронзовые медали. Дарья Иванова завоевала два серебра. Екатерина Потапова также дважды становилась на пьедестал почета для вручения ей серебряных медалей. У Сергея Тихонова третье место. Вольтеров Николай, вот он уже вторые соревнования его и опять он завоевал золотую медраль в метании диска. Он занял третье место и установил рекорд России. 12 метров 56 сантиметров. Сейчас саянские спортсмены готовятся к очередным соревнованиям. В августе пройдет чемпионат России по специальной олимпиаде, принять участие в котором планирует команда из четырех саянцев. Педагоги и воспитанники детского клуба спортивно-технической направленности «Форсаж» подвели итоги работы в ушедшем учебном году и продемонстрировали свои умения. День открытых дверей этого клуба прошел в формате квест-игры. Мальчишки и девчонки, их родители и педагоги собрались на минувшей неделе на территории школы номер пять. Здесь состоялся день открытых дверей клуба «Форсаж», работающего на базе Дома детского творчества «Созвездие». Заканчивается еще один учебный год. Все ребята детских объединений получили новые знания. И сегодня мы собрались для того, чтобы познакомиться с детскими объединениями, которые входят в состав Центра патриотического воспитания до призывной подготовки к молодежи «Росичи», которые действуют на базе Дома детского творчества. Воспитанники клуба «Форсаж» занимаются по четырем направлениям – картинг, радиоспорт, радиоспорт КВ и робототехника. Воспитанники этих объединений разделились на четыре команды и в таком составе приняли участие в квест-игре, которая и стала своеобразным отчетом о том, чему научились ребята. Каждая команда должна была преодолеть четыре этапа согласно маршрутному листу. Это слепой поиск, картинг, робототехника и радиосвязь. Как отмечает руководитель детского объединения «Радиоспорт» Николай Беляевский, такое мероприятие прошло в городе впервые. Такие мероприятия должны проводиться регулярно, потому что они сплочают наши детские объединения. То есть ребята знакомятся, между собой контактируют, заводят дружеские отношения. Именно занятия в технических, технически сложных кружках прививают ребенка и трудолюбие, и формируют навыки конструирования и творчества. День открытых дверей в клубе «Форсаж» завершился экскурсией по классам, где занимаются ребята. Отметим, что клуб «Форсаж» позиционируется как базовый для Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Росич». И это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин